Славянские казаки побывали на традиционных военно-полевых сборах в Абинском районе. Проходили они три дня. За это время около полутора тысяч человек из восьми районов Таманского казачьего отдела обучались различным военно-прикладным дисциплинам. Какие новые методы армейской подготовки освоили участники на тренировках, расскажут мои коллеги. Шесть утра подъем, утренняя пробежка и интенсивная зарядка. Завтрак. Почти все, как в армии. И так на протяжении трех дней. В военно-полевых сборах приняли участие казачьи дивизионы Абинского, Анапского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Красноармейского, Крымского, Славянского и Калининского районных казачьих обществ. Первый день у казаков начался со стрельб из автомата и табельного оружия в станице Раевской. Сборы первой Таманской казачьей бригады по традиции проводились в исторических казачьих лагерях, которые расположены в лесу недалеко от города Абинска. На второй день начались учения по секторам, где участники проходили учебу по инженерной, горной, минно-взрывной подготовке. Командир Таманской казачьей бригады полковник Александр Кондратьев рассказал нашей съемочной группе, почему так важно проводить такие сборы. Казак, он по сути своей, это защитник, это воин. И, естественно, для поддержания самодисциплины, для поддержания самоорганизации казачества, и в том числе для поддержания навыков владения оружием, вот эти наши сборы проводятся. Кроме того, еще одной задачей является то, что при проведении вот этих полевых сборов практически мы делаем все, что положено в армию. Это и внутренняя служба в нарядах, это и хождение строем, это субординация и так далее. Поэтому мы готовим молодежь для подготовки молодежи, вернее, для службы в рядах российской армии. С раннего утра инструкторы по рукопашному бою проводили занятия по владению длинноклинковым холодным оружием. Руководитель казачьего спортивного класса, инструктор по казачьему воинскому искусству Анна Тюнкина несколько часов делилась опытом по фланкировке и рубке казачьей шашкой. Анна демонстрировала удары, хлисты, крутки, восьмерки и другие приемы рукопашного и фехтовального направления. Девушка проводит такие занятия на протяжении 10 лет. На вопрос, для чего выбрала такой род деятельности, она ответила. Я казачка. Изучала историю, знаю, что казаки все время уходили в походы, все время какие-то или увеличивали наши рубежи, или защищали наши рубежи. А кто воспитывал сыновей, когда мужья уходили? Мужья уходили на много лет, а сыновей воспитывать надо. Я для себя решила, что я буду достойной казачкой, если могу достойно воспитать сына, если мой муж уйдет на войну. 150 казаков нашего районного общества вошли в состав Славинского дивизиона во главе начальника штаба подразделения Исаула Валерия Букреева. В программе учений были и спортивные состязания. Примечательно, что в сборах приняли участие не только казаки, состоящие на государственной службе, но и призывная молодежь. Они познакомились с бытом полевого казачьего лагеря, с уставами вооруженных сил, прошли все этапы учебы, что поможет им легко адаптироваться в армии после призыва на службу. Тактические всякие подготовки, разборка, сборка автоматов, при ядерном взрыве, все, что в обычной армии, то же самое здесь. Атаман Славинского районного казачьего общества Юрий Емельянов отметил, что такие сборы позволяют научиться самому главному – жить в полевых условиях. Мы здесь уже 19 лет проходим навыки на военно-полевых сборах. И вот на следующий год уже будет 20-я годовщина существования 1-го полтавского кашевого атамана Сидоро-Белого казачьего полка. Это историческое название полка. То есть казаки станицы Славинской призывались на действительную службу 1-й полтавский кашевого атамана Сидоро-Белого казачьей полки. И вот в 95-м году, когда началось возрождение казачества, мы также столкнулись с необходимостью, чтобы обучить казаков воинским наукам. В заключительный третий день на общем построении бригады были подведены итоги сборов. Среди восьми дивизионов лучшим в очередной раз стал Славинский. Наш дивизион показал высокую организованность и проявил волю к победе. Главная цель военно-полевых сборов – полная боеготовность. За эти три дня ребята полностью закаляются, сталкиваются с полевыми условиями, усиленно занимаются на военно-спортивных тренировках, чтобы в случае чего они всегда могли встать на защиту своей родины. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».